Многочасовые ожидания в автомобильных пробках. Жителям Сингапура это незнакомо. Из-за высоких тарифов на использование дорог и парковок лично автомобили здесь скорее роскошь, чем необходимость. Учитывая это, правительство Сингапура систематизировало дорожные движения, сделав основной упор на общественный транспорт. Эта мера упорядочила движение и значительно улучшила экологию. 38-летний Бенни руководит компанией, сдающей жилье в аренду. Несмотря на высокий статус, у него до сих пор нет личного автомобиля. На работу и домой он всегда добирается на общественном транспорте. Бенни говорит, что так выгоднее. Здесь легко добираешься до любого места. В Сингапуре удобно организована работа общественного транспорта. Можно доехать куда угодно, по всему городу прокатиться. Если посчитать все затраты на общественный транспорт, можно убедиться, насколько это выгоднее, чем личный автомобиль. Действительно это так. В Сингапуре, чтобы стать водителем личного автотранспорта, необходимо купить специальную лицензию сроком на 10 лет. Каждый месяц такие лицензии выставляются на продажу на государственном сайте. Права в зависимости от категории обходятся от 15 до 20 тысяч долларов. После выполнения всех этих процедур можно приобретать автомобиль, а оформление и регистрация транспорта оплачивается отдельно. Иметь личный автомобиль в Сингапуре очень дорого, а такси тоже не дешевое. Однако личный автомобиль обходится все же дороже. Да, это так. Иметь частную машину очень дорого. В Сингапуре владение автомобилем требует больших затрат. Нужно покупать специальный сертификат, также платить налог правительству. В Сингапуре с населением более 5 миллионов человек, всего 974 тысячи автомобилей. Для автотранспорта в стране предусмотрено три системы управления. Первая ERP, электронная тарификация пользователя дорог, это платная система. Вторая COE, лицензия на приобретение автомобиля. Они взаимодействуют с системой интеллектуального управления во время автомобильных пробок. Устройства в зависимости от расстояния и времени в пути снимают средства с вашего счета по определенному тарифу. Благодаря такому управлению, дорожным движением Сингапур смог избавиться от дорожных пробок и стал примером для других стран.